Задание нам нужно с вами одеть колечко на штырьки. Так, опускаем, вот они у нас с вами падают. Простые упражнения, чтобы потом выполнять сложные лапароскопические операции. На тренажерах, разработанных в Самарском медуниверситете, оттачивают хирургическое мастерство студенты, интерны и ординаторы. В условиях импортозамещения поддержать отечественные разработки способ сэкономить и главное шагнуть на новый уровень в создании медицинской техники. Без анестезии не обходится ни одна серьезная операция. Этот аппарат, разработанный российскими учеными, в два раза дешевле своих импортных аналогов. Управление сенсорное, как на смартфоне. Даже сейчас он показывает, что в комнате, где слишком много народа, уровень углекислого газа повысился. Фактически это робот. Это оборудование будет эволюционировать по пути более совершенного программного обеспечения. С тем, чтобы все более минимизировать участие человека и повышать безопасность для пациента. Здесь и ранозаживляющие повязки, и аппарат, позволяющий определить температуру внутри организма на глубине нескольких сантиметров. Разработчики говорят, с его помощью можно предотвратить даже рак. Злокачественная опухоль на нескольких градусов горячее, чем окружающая ткань. Температурные изменения наступают не тогда, когда опухоль достигает определенных размеров, а на стадии предшествующей злокачественного роста, на стадии атипичной гиперплазии, когда еще нет опухоли, когда только высокий риск развития опухоли. И в это время, в 80% случаев, уже происходят тепловые изменения. Местные изобретатели уже получили международную премию за разработки в области челюстно-лицевой хирургии. Преуспели и в создании противоопухолевых препаратов. Сейчас лекарства проходят испытания и уже через пару лет появятся на российских прилавках. Отечественные аналоги ничуть не хуже импортных. У нас очень много оригинальных разработок, которые на этапе сейчас клинических испытаний, других. Я могу пример привести. Вот вспышка Эбола. То есть, все-таки, мы на первом месте по созданию вакцины эффективной Эбола в Российской Федерации. Точно так же можно говорить и про другие прорывные вещи. В регионе, как и во всей стране, намерены активно поддерживать местные изобретения не только в сфере медицины. Чтобы получить инвестиции и воплотить техническую идею в жизнь, разработчикам необходимо направить проект в венчурный фонд. Быть новому изобретению на рынке или не быть, решит комиссия. Алина Чемерис, Артем Сулайманов, События.